Истребитель Ник-31 потерпел крушение накануне в Каннском районе. Оба пилота катапультировались и смогли выйти на связь. Вертолётами санитарной авиации их доставили в краевую клиническую больницу для проведения полного обследования. Врачи говорят, ребята родились в рубашке, ни переломов, ни переохлаждений, только ушибы и ссадины. А ведь катапультирование происходит на скорости почти 900 км в час. При таких перегрузках кровоизлияния и разрывы сосудов обычное дело. Пилот и штурман приземлились в снег с высоты 2000 метров. Сейчас их состояние не вызывает опасений врачей. Они совершенно спокойны, они улыбаются, у них хороший аппетит, они оба выспались. Они довольны теми условиями пребывания, которые они увидели в нашей клинике. И в этом смысле мы абсолютно спокойны и за их здоровье, и за их эмоционально-психологическое состояние. Лётчиков уже перевезли в военный госпиталь, но до этого момента они успели принять первых посетителей. Депутат ЗАГСа Брания Юрий Швыткин сам в прошлом человек военный и знает, как тяжело бывает в таких ситуациях. Пилот и штурман рассказали ему, что до последнего боролись за то, чтобы спасти самолёт. И только когда поняли, что это невозможно, приняли решение о катапультировании. В их глазах прямо читается, что это настоящий офицер. То, что сегодня они совершили, я ещё раз хочу отметить, это мужество. И другие самые мужские качества, качества офицера, это очевидно. И я бы на месте команды, конечно, это на усмотрение их, я бы представил государственную награду. Крушение истребителя-перехватчика произошло накануне в 40 километрах северо-западнее Каннска. Самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. По предварительной версии у воздушного судна отказал двигатель. МиГ-31 упал вдали от населённых пунктов, поэтому у жертв и разрушений удалось избежать. Вот что рассказывают жители Каннского района, которые своими глазами видели момент крушения. Он сначала стоял, что он вот стоял, я откуда знаю, а потом полетел туда. И там за лесом от нас-то хорошо видно, здесь вообще не видать, от нас-то хорошо видно. Там он, скорее всего, взорвался, потому что сразу зарево такое пошло. В Каннске находится авиабаза истребителей МиГ-31. Но пока их полёты временно приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним». Анна Московских, Леонид Турков, Максим Галар. Новости.